Сфера моей профессиональной деятельности, как врача-патолога-анатома, включает в себя прижизненную и посмертную диагностику, в первую очередь, инфекционных заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Болезнь вызвана ВИЧ с проявлением гидропатериальной инфекции. А некоторые, к примеру, умирающие или находящиеся в тяжелом состоянии, прямо пишут, что требуют никому не рассказывать, не разглашать, просим все сохранять в тайне. Но справка все равно выдается. Если, например, труп едет в деревню, то обычно вся деревня в итоге знает, что человек умер, имел ВИЧ-инфекцию. Патолога-анатомы не за инфекционистов, патолога-анатомы не за хирургов и не за какую-то другую специальность. Патолога-анатомы всегда за здравый смысл, неважно от кого он живет. ВИЧ-инфекцию на вскрытии увидеть невозможно. Вирус, он имеет очень маленькие размеры, он имеет размеры больше нашей разрешающей способности. Наша разрешающая способность всего лишь 10 в минус 6. Вирус ВИЧ, он более небольших размеров, и мы его на вскрытии, конечно, обнаружить не можем. Но что мы можем обнаружить на вскрытии? Первое, мы можем обнаружить антитела к этому вирусу, как организм на него реагирует. То есть с помощью лабораторных методов исследования мы можем найти антитела, которые говорят, что вирус в организме есть, и организм на него реагирует. Это первое, что мы можем обнаружить, но с помощью лабораторных методов. А второе, мы можем обнаружить те опухоли и инфекции, которые в здоровом организме, лишенном этого вируса, не встречаются никогда. К таким инфекциям относятся пневмоцистная пневмония, таксоплазмоз, криптококос, гистоплазмоз и так далее. А также мы можем обнаружить то, что туберкулез у лиц с ВИЧ-инфекцией в стадии крайней иммуносупрессии протекает таким образом, что практически не остается ни одного живого органа. Диссиминация во всех паренхематозных органах, поражение практически всех групп лимфоузлов с распадом, с абсцидированием, чего в иммунокомпетентном организме практически не встречается. Мы всегда испытывали сложность постановки окончательного патологоанатомического диагноза до тех пор, пока не пришли к выводу, что диагноз случая с ВИЧ-инфекцией должен зависеть как минимум от двух причин. Первое – это уровень иммуносупрессии человека, большой он или маленький, а второе – должен зависеть от выраженности туберкулезного процесса. Если ВИЧ-инфекция имеет низкую стадию, то, несмотря на письмо Минздрава, мы считаем, что такое заболевание не может являться ни основным заболеванием, ни первоначальной причиной смерти.